Здравствуйте! В эфире 4 июньский выпуск программы Fusion Contact, а это означает, что в ближайшие 50 минут вас ожидают самые последние музыкальные видеоновинки, информация о планах программы шоу в стиле Fusion на июнь и, конечно же, обзор писем, пришедших в адрес нашей передачи в мае от самых активных телезрителей. Кроме этого, мы подведем итоги очередного конкурса, представим вам наших победителей и, конечно же, объявим условия нового четвертого по счету июньского конкурса программы Fusion Contact. Все это в ближайшие 50 минут в нашем выпуске, так что оставайтесь с нами. Это был краткий анонс нашей программы, ну а прямо сейчас мы переходим к самой основной и самой интересной части нашего выпуска, к обзору ваших писем, которые пришли в адрес нашей программы в мае. Прежде всего, отмечу, что писем было совсем немного, всего 7, из которых 4 поступило на конкурс. Я думаю, что такая невысокая активность из-за самых разных экзаменов, к которым вам пришлось готовиться. Но, надеюсь, что тоже к нашему следующему выпуску вы все будете на летних каникулах и в отпусках и проявите значительно большую активность. Ну а пока, прежде чем перейти к ответам на вопросы, которые содержались в присланных нам письмах, мне хотелось бы отметить, что основная часть этих писем была написана поклонниками рок-музыки. Думаю, причина этого в том, что в одном из прошлых выпусков программы Fusion Contact я упрекнула рок-фэнов нашего города в их пассивности, из-за которой создалось впечатление, будто в нашем городе вообще нет рок-фэнов. В подтверждение этому я привела тот факт, что за прошедший год нам написал только один человек с просьбой показывать побольше рок-музыки, а все остальные просьбы исходили от поклонников техно, диско и поп-музыки. И вот в ответ на мой упрек нам поступило несколько писем от поклонников рока. Первый из них от Александры Песковой, которая пишет. Меня очень удивили ваши слова о том, что в нашем городе рок никому не нужен. Это совсем не так. Рок был нужен, нужен сейчас и будет нужен всегда. Быть может, в нашем городе рокеров меньше, чем в Лос-Анджелесе, но мы есть. Все программы шоу в стиле Fusion, посвященные рок-музыке, я смотрела с большим удовольствием и уверена, что такие программы нужны многим. Другое дело, что не каждый рокер написал вам письмо, в котором поблагодарил вас за вашу передачу. Думаю, что если бы это случилось, то писем пришло бы довольно много. Да, действительно, выяснилось, что в нашем городе и правда есть поклонники рок-музыки. И подтверждение этому наше следующее письмо, которое написали два рокера, Леха и Петро. Это письмо очень резкое, я бы даже сказала, ну очень эмоциональное. Вот послушайте сами. Почему вы показываете так много техно-музыки, спрашивают Леха и Петро. До чего она вообще нужна? Это же не музыка, это набор ритмов, причем не самых лучших. Настоящее искусство. Это Стив Вай, Мик Джаггер, Курт Кобейн, Слэш, Джон Бон Джови, Битлз, Европа и Металлика. Это люди, которые могут не только крутить руками и произносить тысячу слов в минуту. Это прежде всего люди дела, люди музыки. Вот такое вот письмо, из которого следует, что Леха и Петро просят нас показывать побольше рок-музыки. В ответ на эти письма я отмечу, что уже в прошлом месяце мы, ответив на ваши просьбы, выпустили на экраны первый выпуск новой передачи под названием «Рок-архив». Я надеюсь, что эта программа понравилась всем любителям рок-музыки нашего города. И если это действительно так, то спешу вас обрадовать. С этого дня программа «Рок-архив» будет выходить регулярно, и уже в июне вы сможете увидеть ее второй выпуск. Кроме этого, хотелось бы добавить также и то, что в каждом выпуске передачи «Фьюжн Контакт» мы стараемся показывать видеоклипы на рок-композиции или концертные записи самых известных рок-команд. И в нашем сегодняшнем «Контакте» вы сможете увидеть видеоклипы таких известных рок-групп, как «Скорпионс», «Гансон Роузес» и «Примус». Так что обязательно досмотрите нашу передачу до конца. Ну а прямо сейчас я предлагаю ненадолго прервать обзор писем, для того чтобы посмотреть одну из недавних работ Джона Бон Джоуи – видеоклип на композицию «Something for the Pain» – средство от боли. Продолжение следует...